Саммит НАТО объявил о готовности в случае, как это было сказано, гибридного нападения на одного из членов Альянса, применить коллективный военный ответ. Об этом говорится в 23-страничной декларации, принятой по итогам основной рабочей сессии саммита НАТО. До начала встречи американский президент сделал несколько заявлений. На завтраке с генсеком НАТО он сообщил, что Германия, просящая, по его словам, защиты от России, контролируется Россией. Германия полностью под контролем России, она получает от 60 до 70% их энергоресурсов, плюс новый газопровод. Скажите мне, что это неприемлемо, потому что именно так я и думаю. Еще одно заявление Трампа касалось более справедливого, как он это сформулировал, распределение отчислений в бюджет. Союзники должны, по идее, Трампа давать НАТО не менее 2% от их ВВП. Все усилия к тому, чтобы достичь согласия по итогам первого дня работы, приложил генсек НАТО Йенс Столтенберг. У нас были дискуссии, у нас остаются разногласия, но есть и положения, по которым нам удалось достичь консенсуса. Именно консенсус и делает нас сильнее. Мы готовы работать вместе над укреплением нашей оборонной стратегии, улучшением нашей военной доктрины, и мы готовы сражаться с терроризмом. Мы также готовы к более справедливому разделению расходов на оборону. В принятом коммунике внимания уделяется России, цитата, агрессивные действия которой, включая угрозу и использование силы для достижения политических целей, бросают вызов Альянсу, а также подрывают евроатлантическую безопасность. Конец цитаты. Трамп в твиттере написал, на что годится НАТО, если Германия платит России миллиарды за газ и энергоносители, и почему лишь пять стран из 29 выполняют взятые обязательства, США оплачивают защиту Европы и теряют в торговле с ней миллиарды. Второй день работы саммита будет посвящен обсуждению иных вопросов, в частности ситуации в Ираке, Афганистане и других регионах мира.